всем привет сегодня такая тема соцсети добро это и везло понятное дело что от них есть и добро и зло от этих соцсетей понятно те кто там дети сидят там с утра до ночи в этих соцсетях тут ничего хорошего нету у них нет живого общения как мы в свое время выбирались играли во дворах со всеми хорошая жизнь была без интернета но так же самое есть и плюс если бы не эти соцсети мы бы все друг друга и не знали бы люди с других городов других областей из других стран вообще ну в принципе как можно было познакомиться да никак даже всяк вы мои подписчики другие мои знакомые которые живут в других городах ну мы просто в жизни бы наверно вы и не пересеклись а так общаемся постоянно какие-то тем можно у кого-то что-то знать да и соцсети еще плюс это большие ну небольшие большая площадка продаж там можно продавать понятное дело если соцсети использовать сумму то ничего тут плохого нету а если сидеть там с утра до ночи просто какие-то картинки писать или лайкать котиков кому-то это понятное дело какой тут прикол от этих соцсетей это потеря времени но а если организовать продажу в соцсетях то есть это в принципе хорошая площадка и контакт и фейсбук и инстаграм и даже этот же самый youtube то есть люди видят что ты делаешь и они могут тебе обратиться заказать понятное дело я сам тоже есть соцсетях в инстаграме фейсбуке в контакте но youtube это понятное дело ссылки на все это будет в описании кому было интересно чтобы посмотреть на мои соцсети кстати фейсбук youtube о youtube говорю фейсбук инстаграм там бывает пораньше даже интересные превьюшки это ко всем видео что я делаю то есть можно раньше даже увидеть изделие какое будет выпущено ну или по крайней мере намек на него то есть даже тоже такой себе маленький финт ушами как говорится и плюсами продажи понятно если много подписчиков в фейсбуке в контакте в инстаграме в youtube это как ниху как ни крути если ты что-то производишь у тебя будут люди спрашивать заказывать что-нибудь потому что у тебя большая аудитория которая даже маленького даже одного процента будет интересно а продаешь ты ты это или не продаешь то есть можно ли заказать это или не можно заказать в любом случае будут находиться люди которым будет интересно что-нибудь заказать то есть а если бы без соц сетей как раньше да ну как у кого там уже большая столярная то есть мастерская даже не очень большая то есть они все в основном продавали город максимум область то есть сарафанное радио один другому 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 за границу продать почти нереально возить туда никто не будет а чтобы узнали о тебе это тоже маловероятно то есть ну может кто-то кому-то а у тебя есть сайт там зашли на сайт посмотрели да созвонили заказали то есть как-то так а начинающему кого-то хоббисту сейчас ну в принципе так можно свободное время потратить что-то сделал ты можешь в соц сетях выложить в интернете люди могут это увидеть и если уже тема пошла то есть люди закупают покупают тебя заказывают тогда ты можешь спокойно развиваться уходиться с основной работы заниматься уже именно производством или чем-нибудь там чем занимались люди там кто-то же делает кухонные досточки кто-то какие-то куклы делает кто-то подставки для телефон кто-то даже в хоббийных целях столы и стулья делает ну то есть в принципе это тема такая очень обширная то есть соц сети в таком случае думаю от них очень большой плюс как можно было бы вот на данный момент как можно было бы продать какое-то изделие в америку да ну никак без соц сетей люди бы даже к тебе не узнали бы для ну понятно что для таких продаж больше конечно это инстаграм youtube facebook если люди на тебя подписываться они видят они могут заказать это либо спросили либо ты видишь полностью аккаунт с ценами с описанием для иностранцев то есть и в этом случае не могут у тебя заказать да у них там есть свои сайты продаж эти очень популярны очень много народу там там тяжело понятно чтобы выбиться хотя тяжело взять наши же сайты все местные которые продаж но выложил туда изделие что прям взял и продал конечно там тоже самое жди жди все равно свою популярность придают соц сети когда люди видят как ты это делал и что-то ты делал а не перекуп какой-то то им уже больше интерес у тебя заказать потому что они знают как это сделано из чего это сделано что это сделано тобою что это уже нет тут на цены которых ты сделал у тебя купили он наварил еще сверху даже от 10 до 100 до 200 долларов я не знаю сколько это зависит и уже продают человек знает что он платит именно за производителю автору этого изделия то есть уже большой плюс есть понятное дело что так же самое не очень легко настроить эти продажи не так же легко и даже с этими с помощью соц сетей найти этих клиентов ну по крайней мере возможности в разы больше ты можешь выложить свой товар можешь его показать людям тебе даже сейчас соц сетями не надо создавать сайты создаешь аккаунт делаешь там все и люди все видят либо сейчас через сайт заплатить сейчас 500 тысяч долларов чтоб тебе издали красивый интернет магазин и будет тот же самый эффект не факт что оно будет продаваться через сайт тем более сейчас наверное как на меня людей больше сидят в соц сетях чем по сайтам я говорю да раньше была тема это форумы но с появлением соц сетей форумы почти умерли не ну есть люди заходят там специализированные там по каждом своим этом но сам факт что уже он отмирает понятно что все развивается кто его знает как оно будет дальше не надо кричать что ой соц сети это зло все люди деградируют смотряшь как ну воспринимать эти соц сети смотрят для каких целей как я уже говорил ранее кто его знает что будет в будущем может в будущем вот это виртуальная реальность очки может мало ли подключился у тебя там будешь участвовать в ярмарке так вот будет мало ли натянул очки огромная площадка разных людей ты там ходишь выбираешь себе или сам выставился виртуально все твои товары человек подходит смотрит то есть даже не надо будет выбираться дома понравилось тыкнул пальцем блин заказал с карточки деньги сняли тебе отправилась то есть кто его знает в дальнейшем а кто кто его знает такой вариант очень даже возможен то есть мы же не стоим на месте все развивается то есть когда-то интернета не было люди даже не знали что что это такое мобильные телефоны такие были а сейчас вот такой мобильный телефон блин а круче моего компьютера мощнее что можно еще говорить потому я лично как для себя от сетей вижу одни плюсы да понятно что много времени тратишь на соцсети так понятное дело что много это та же самая можно сказать работа ты там сидишь ты там выкладываешь товар ты там развиваешься там где-то рекламирующего но это та же работа тебе надо там сидеть понятно что если бы я сидел там привет как дела пока не родила и это так если бы разговоры ни о чем или сидел бы там о какие классные котики лайк о там так классно прыгнул лайк ох там рассмешил лайк да понятное дело что там нам изредка можно что-то такое глянуть ну не сидеть же днями как там вот эти мумии я не могу без соц сетей да или инстаграм селфи с утра до ночи как кто-то говорил раньше у наших бабушек было три фотографии рождение выпускной и свадьба да а сейчас только зашла в туалет 450 фотографий понятное дело вот это бессмысленные соц сети да селфи и фотографирование знаменитостей понятное дело это их не знаю это они себя продают что мы продаем товар что они продают себя они и есть товар для людей то есть они себя популяризируют то есть даже кетом моменты специально создают чтобы поднять к себе ажиотаж ну а вот это все бессмысленное селфи кому оно надо ну это вообще маразм сделала фотку там потом еще ну не 350 фоток в день и потом нашел глянул красавица в жизни видел да ну его нафиг триста пятьдесят блина всяких блина макияжев блина фильтров туда-сюда блина и даже не понимаешь какой человек на самом деле видишь одного в жизни совсем другой вот в этом соц сети для меня ну не интересно а вот как площадка продаж это классная тема просто понятное дело надо развивать постоянно заниматься не забрасывать и тогда смысл какой-то будет правда я еще пока сам пытаюсь пока еще не сильно набрал вся опыту или подписок то есть подписки не очень сильно у меня везде и в фейсбуке и в инстаграме и в ютубе и что там еще я забыл не знаю что я забыл в общем надо над всем работать понятно что не за один день да кому-то везет кто-то себе там аккаунт открыл или канал на этом же ютубе и он там за полгода бах и у него там полмиллиона подписчиков или друзей ну пусть или там даже сто тысяч пятьдесят тысяч так бах что-то вот попал в струю или контент именно какой-то выпустил понравился ну бывают же всякие ну моменты то есть над всем надо работать над всем надо главное не забрасывать если хочешь чего-то добиться то не надо так что а попробовал месяц не херня не пошло блин а ну его нафиг давай чем-нибудь заниматься пошел на стройку фигарить образно говоря то есть ну ко всему надо если чего-то хочешь надо стремиться и пытаться это развить у кого-то это может занять месяц у кого-то может занять пять лет но сам главный факт что если заниматься то результат он будет на месте главное не стоять а если так сделал фотку выложил на полгода забил там опять ох ты что люди не смотрят не интересуются не нравится мне так не пойдет то есть все это работа над всем надо работать над всем надо заниматься и надо развивать эту тему все глубже и глубже то есть даже появляются какие-то новые соцсети ну такие если не фейковые такие ну какие-то серьезные или какие-то новые функции то есть их тоже надо сразу пытаться ну хотя бы не развивать а узнавать пытаться вникать попробовать что-нибудь а вдруг она тоже пойдет как одна из этих серьезных соцсетей уже ну которые все знают то есть все может быть то есть не надо упускать ни любую никакую площадку возможной продажи то есть если не хотите влаживать деньги в рекламу то занимайтесь постоянно продвижением своих соцсетей изделий даже те же самые изделия в разных ракурсах ну просто публиковать как можно чаще понятно что не по 200 фотографий в день то даже 2-3 фотографии в день это уже будет большой плюс люди будут видеть алгоритмы соцсетей будут видеть и будут уже вас как-нибудь поднимать понятно что в ютубе с роликами тяжелее потому что это не фотографии сфотографировал выложил и все готово ролик надо идею надо ее воплотить это занимает время потом смонтировать видео потом выложить то есть это день-два работы ну то есть за день каждый день вылаживать не получается оно так кажется да там ролик пять минут но кто делает ролики тот понимает что это не так просто это часы видео которые наснимаешь чтобы сделать это изделие потом эти часы видео надо сбить в пять минут и чтобы это было компактно понятно и нормально нормально смотреть смотрительно то есть это тоже большой кусок работы потому над всем надо работать в ютубе я же говорю сложнее ты не можешь каждый день выпускать видео чтобы понять конечно если там какой-то как есть там канал и вышел ааааа потрусил побегал там всем привет всем пока ни о чем ни про чем там такие блогеры я просто честно сказать не понимаю как у них могут быть миллионы подписок никакой смысловой нагрузки никакого понятия просто вышел пять минут ни о чем отрындел зато каждый день и люди тащатся от этого ну это вообще с ума сойти я не могу просто хоть расстрелять но это для меня это тяжелое понятие но сам факт они у них прет они бабки рубят на этом но да можно было бы снимать тупые видео можно было бы каждый день разговаривать вот смотрите у меня есть деревяшка вот я буду с нее что-то делать всем пока до завтра опять видео вот смотрите я купил себе новые плоскогубцы они крутые отрезал провод и завтра до завтра опять увидимся понятно что от этого смысла нету никакого и такие видео смыслы вообще даже снимать может и было бы от этих видео смысл может и были бы там десятки тысяч подписчиков но даже я не хочу такое снимать ну это просто маразм то есть видео у нас снимают такие которые не раз посмотрел и забыл а видео которое как говорится будет в сети его можно будет еще смотреть тем кто не посмотрел и так дальше дальше и дальше то есть видео которое останется актуальным и на будущее потому будем как говорится пытаться развиваться и в ютубе и в фейсбуке и в инстаграме и в контакте так что не забываем подписываемся там больше новостей и фотографий потому что их легче сделать и увидеть ну что я могу сказать всем пока